Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 14 июня. Меня зовут, наконец, Александр. Сегодня мы с вами разберем ключевые события, которые происходят и будут происходить на финансовом рынке. И, наверное, самое главное, с чего стоит начать, это опять-таки криптовалюта. Мы вчера с вами обсуждали, что ожидаем дальнейшего снижения криптовалюты биткоин ниже 25 тысяч долларов. На текущий момент времени, открыв торговый терминал метатрейдера, мы с вами можем увидеть, что цена биткоин опускалась до уровня 20 тысяч 800 долларов. Это минимум с 2020 года. Но на тот момент это был восходящий тренд. Тогда цена росла после криптозимы, которая длилась с 2018 года. И, судя по графику, нисходящий тренд будет продолжаться, пока никаких признаков разворота нет. Нет, следующая цель, следующий уровень, можно выделить 19 500 долларов. Если цена уходит ниже 19 500 долларов, то следующая цель 11 500 долларов. Да, по биткоину пока прогнозы такие. Пока нет признаков разворота, мы внимательно следим за ситуацией. И если что-то будет меняться, мы обязательно вас оповестим. Из важных событий, касаемо валютного рынка, важно выделить валютную пару евро-доллар. На текущий момент евро-доллар котируется на отметке 1 0 4 30. Предыдущий минимум это уровень 1 0 3 50. Соответственно, в рамках правил нисходящего тренда, который сейчас только усиливается, мы ждем обновления уровня 1 0 3 50. И ждем евро-доллар еще ниже этой отметки. Учитывая, что индекс доллара сейчас стремительно растет. Помните, мы вчера с вами обсуждали индекс доллара, что находился на отметке 1 0 4 30. Так вот, отметка 1 0 5, цена уже прошла выше уровня 1 0 5. И сейчас консолидируется какое-то его значение. Мы не ожидали такого резкого роста, но так или иначе этот рост будет продолжаться. И можно поставить промежуточную цель на уровне 1 0 5 50 в рамках следующих двух торговых сессий сегодня и завтра. На этом фоне мы, соответственно, ждем и дальнейшего снижения валютной пары фунт-доллар, на которой вчера также мы видели на графиках. Рассмотрим, давайте, нефть. Нефть марки Brent на текущий момент времени торгуется в районе 122 долларов. Цена находится в восходящем тренде. Из ключевых событий, которые могут подтолкнуть нефть еще выше, это сегодня выход статистики по запасам нефти от Американского института нефти. Новость, как правило, выходит в 23.30 по московскому времени. Безусловно, по нефти Brent можно поставить следующую цель в районе 125 долларов. Из других важных событий, которые сегодня будут на финансовом рынке, за которыми можем следить, давайте сейчас посмотрим в экономическом календаре, на что стоит еще обратить внимание. Из ключевых событий, которые мы сегодня сможем с вами видеть в экономическом календаре, это новости из Великобритании, изменения занятости. Новость выходит уже очень скоро. Видим, что количество новых рабочих мест в Великобритании увеличивается. Новость для валюты положительная, безусловно. Но, опять-таки, у нас впереди с вами решение поставки ФРС. И, в целом, эта новость, если и будет позитивной, ждем, безусловно, дальнейшего снижения валютной пары фунт-доллар. Индекс экономических настроений ЗЕУ в Германии. Также прогноз весьма-весьма позитивный. Но, опять-таки, евро-доллар мы ждем с вами еще ниже. В 14.00 мы ждем ежемесячный отчет ОПЕК, решение, которое примет Саудовская Аравия. Сейчас напомню, что все страны просят Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, пока Саудовская Аравия на такие компромиссы не идет. В 15.30 мы с вами увидим индекс цен производителей. Видим, что индекс цен производителей также растет, как и потребительская инфляция. Что ж, новость, опять-таки, которая приведет к росту курса американского доллара. И недельные запасы сырой нефти по данному Американскому институту нефти в 23.30. Прогнозов значения пока нет. Но, опять-таки, мы с вами уже цель по нефти поставили. С текущих 122 долларов ждем дальнейший рост на уровень 125 долларов. Это были все новости на вторник, 14 июня. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего.